Брат Владимир, можно? Да, пожалуйста, раскачьте Раскакивайте Хорошая, крутая Все правда продремал чуть-чуть, да? Тебе склонило Болезнь Пропустите, пропустите Пробирать не проживайся. Вы туда далеко залезли. Выйдите вот сюда. Обойдите вокруг. Вот сюда. Вообще наше место. Пробирать не проживайся. Царю небесный, утешителю души истины, Ты живи здесь и вся исполняй. Сокройще благих и жизни подателю Приди все лисяны, И очистины от всяких скверны, И спаси блажьи души наши. Любвище наш Отец небесный, Ради Господа Иисуса Христа просим, Прими нашу молитву благодарность и словословие. Ты исполняешь наши просьбы, Приближаешь к себе милосердием Твоим. Это одно из самых прекрасных имен Твоих, Милосердие. Хвала Тебе. Прибудешь с нами на этом собрании Мысли возвысь к Горнему, к Вышнему. Научи нас слышать голос Твой И быть Вадимом и Духом Святым. Тебя слава за все, Отец Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. По порядку все. Болеет. А болящих? Татьяна Кузьминична нет. Она, наверное, пребывает еще в клочках. Людмила Степана болеется. Людмила Степана, да. Мы знаем о том, что Людмила Степана болеет. Говорил о том, что Алексей Сеськов болеет. Он признался, что сам, говорит, виноват. Работал в гараже. Жарко было. И разделся. И получил эту пневмонию. Несколько раз у него этот анализ на COVID был. Не подтвердился. Отрицательно. Но, тем не менее, двухсторонняя пневмония. Тяжелое состояние. Молитесь о нем. Сегодня я озвучил отца Николы и матушку Марину. Они тоже оба болеют. Второбряческие. Просили помолиться. Вот. Кто у нас? Людмила Степана. Да. Брат Сергий тоже болеет. В больнице находится. Так что молитесь о нем тоже. Вот. Еще кто у нас болящий? Давайте. Ну, Кубайкина звонила. Кубайкина болеет. Кубайкина? Галина. Галина Ивановна Кубайкина болеет. Значит, тоже молиться нужно. Валентина, слава Богу, здесь у нас сегодня. Как-то это наше состояние? Благодарю за молитву. Вроде все как уже налаживается. Угу. Слава Богу. Антонина нет. Но Антонина тоже болящая. Так что молитесь за ней. Она болящая, постоянная. Немощи достаточно. Да, с Киевом. Вот. Нету Николая с Надеждой. Ну, по-любому. Но они, видимо, там в местную, в местный храм пойдут. На южный. Батюшка путешествующий все время звонит, спрашивает, как у нас тут. Все живы-здоровы. Насколько о всех беспокоятся. Надежда с Константином тоже. Надежда с Константином путешествует. Головачи тоже, да? Путешествует. Да, путешествует. Путешествует он уже. Ну, вот сколько путешествующих. Ну, еще. Кого не вспомнили? Людмила... 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 Людмила Петровна... Людмила Петровна говорит, что вроде как, ну, неплохо, она подачу сказала. Ну, по ним еще не может прийти сюда в храм. Замок. Брат Иоанн поправился? Слава Богу. Так. Нестор здесь. Фрефрастиня тоже поправили. Слава Богу. Брат Валерий Парал. Он тоже снялся. Так. Слава Богу. Брата Михаила вы видели. Слава Богу. Так. Еще. Кто... Кого... Кого я забыл? Кого не вспомнили? кто нуждается в молитвенной поддержке, в помощи? Всех? Нина. Нина какая? Александровна? Да, Соколочков. Болящая? Болящая? Не знаю. Нет, я просто говорю, что я спрашиваю, о ком не сказать. Нет, мне было известия об этом. Нет, я в субботу звонил Татьяне Капустиану, она говорит, мы там вместе с ней радуемся. Ну, слава Богу. Надя Дмуха, путешествующая. Да, мы сказали уже, что путешествующая. Ну, Любовь Киколаевна, конечно, ничего, никаких. Никакого информации нет. Могу сказать, через десятые руки узнал, что дети здесь были, Татьяне Капустиану, и она их туда к ним повезла. А куда повезла? А Политикина еще нет. Политикина, она в прошлый раз говорила, что муж ее там как-то не очень. В связи с эпидемией, наверное. Она еще тут думала, что холодно, но теперь уже брат, брат теперь нас согревает, наши души и телеса. Слава Богу. Спаси Христос, брат. Слава Христу. Ну, Николай Кручина в деревне. Да, Николай. Аня здесь. С детьми. Слава Богу, да. Слава Богу. Как Николай-то? Слава Богу. Ну, слава Богу. Поклон передавай. Слава Богу. Еще у кого есть желания, просьбы? Да, говори. Я подарила Красную Евангелие, вот эту вот, Самарянке одной, зовут ее Лена. Слава Богу. Ну, надо не только прижимать, а надо читать. Ну, мы не знаем, как она, но я даже этого не делаю, как она. Я училась. Ну, понятно. Учиться надо и у муравья. Так что. Да. Друг у друга и у муравья. У всех окружающих нас живых существ. Михатик, что вам слово? Я скажу, но у вас не считается сегодняшний Евангелие, как считали всегда? Столкование вот такое. Причтите, а потом я выступлю. Да вы уже прочитали, это достаточно, я думаю. Ну, ладно. Так, по своей маленькой дела. Вот на столе какая ягода? Калина. Калина красная. Я на лестнице до самой верхушки долез. Можно сказать, здоровьем рисковал. И прошу взять бесплатно. Я имел в виду всех. Вот, здесь много салфана. Салфан два, как сливки продают. А вот кружка. Черпайте, берите. Второе ведро у меня там есть еще. Вы знаете, для чего она нужна? Сегодня легко это узнать. Кроме того, она аппетит человека вызывает. Не забывайте. Самый лучший аппетит идет, когда напоят его полынью. Господь напоит. Полынь. Ну, не вся полынь. Там у нас есть такая, она вот такая-то, когда шина растет. И большая она. Очень сильная. Натрешься, и насекомые боятся садиться. Вот относительно трав, относительно пищи, коротко сказать. И всякое зелень написано в пище человека. А всякое ли? Василий Вики говорит так. Мы же не белины объелись, чтобы бельну есть. Белина. Видели, какие маленькие макрки растет где-то? Если ты не знаешь, маленькие дети бывают, едят. Честными бывают. Куда они лезут? Значит, и здесь надо разбираться. Надо смотреть. У нас лопух, это беда. Мы срубим. Вот такое вот вырастает. Наверху это цепляется, семена везде. Срубили его. Короткое время проходит, вот такое вырастет. Я его опять вырубил. Опять. Наконец, к осени вырастает только вот такое вот оно. Но головки, семена у него здесь. Я думаю, это вот нас, как бы ни домили и любили, а мы должны слово Божие распространять. Семя Божие. Ни одно растение так не бьется за распространение. Он обычно как тополя, пух отлетел, береза так. А этот 10 раз вырубаешь, и под осень все равно, да, семена. И сцепляется ему разницы нет. Это собака, это кошка. Засыпись, а главное ребятишек раскидать по свету. Вот отсюда сколько можно научиться от обыкновенного репья. А в Японии я узнал 6 блюд из него. Из листьев. Из корня. И притом не где-то, а раковые болезни останавливает. Репья обыкновенный лопух. Надо научиться у других народов учиться. А даже я прочитал во Вьетнаме советский какой-то там журналист, или кто заболел. Ну и пришел, рассчитан на дому, видимо. Он его ощупал, все. Он говорит, плати деньги, подожди, я тебе только лекарство дал. Если горшок заказанный разбился, вы будете платить мне так и здесь. Когда все будет на месте, тогда ты заплатишь. У меня, говорит, снаха по пульсу определяет, я не знаю, пятый месяц беременности, или какой определяет, мальчик или девочка. Оказывается, медицина и в других народах. Мы корень солодки берем, знаем или не знаем, что 2000 лет, как китайская медицина добавляет у буквального все лекарства. А мы сколько привозили, да мне не надо. Хрену сейчас привезли сколько. А в нем поговорка, хрен, вещики не слаще. Кому надо хрен? Вот у нас спрашивали здесь, мы накопали. У нас там у Володи такое название хреновое поле. Там один хрен вот такими лопухами растет, иначе стали копать. И кто? Виталий Коленников, который везде встает в работе, здесь больше всех накопал. Как будто он только на хрене вырос. Прошло какое-то время, полное ведро большое, 13 литров набил, да такие чуть потоньше руки, корни, я таких и не видал даже. То есть у человека внезапно открывается талант в работе. Вот доказательства. Никогда не знав, что сумею залезть на лестницу, да предпоследнее это, закусник держать и взять. Прошу, не пройдите мимо, возьмите. Чтобы я знал, что не напрасно трудился. Потому я видел, почему я спросил Лену в политехе, она там по ягодке собирает. А тут принес, теперь надо листью убрать, плохие убрать. И здесь еще сок внизу. На этой неделе никаких особых событий как будто не было, в то же время были. Я в прошлый раз говорил о батюшке, порадовал. Я вышел на благовестие. Конечно, это невероятно, что он приедет и расскажет. Или кому-то Евангелие дорогой дал, или что. Вчера беседовали здесь мы с батюшкой. И уже в интернете утром встал, уже отзывы идут. Уже выставили. Сестра Елена сняла, видимо, она выставила, я так догадываюсь. Я попытался, не мог закачать. Так, у нас сегодня собрание немного необычное. С нами важный гость. Игумен. Из Москвы. Николы, чудотворца храм. На Берсеневке метров 200, не больше, от храма Христа Спасителя. Прямо рядом. И наша ставка, каждый раз, когда мы проезжали, за границу уезжали, всегда останавливались здесь. Какой прием они оказывали, это можем в интернете посмотреть. Объявления дают, наверное, в интернете. Люди откуда-то приезжают. Какой-то канадцы и нет у него. Если я не ошибаюсь, даже тогда сербский патриарх у вас служил, кажется, раньше. Нет? Ну, Павел. Кто-то там был. Во всяком случае. Батюшка берет богослужение. Амфилохий. А? Амфилохий. Амфилохий митрополит. А? Черногорский митрополит Амфилохий. А, ну понятно. Я просто так видел. Я знаю, очень знатные люди. И поэтому для нас с батюшкой, он вчера подсчитал, 32 года назад встреча состоялась. 32 года. Это что-то значит. И дружбу нашу они не разрушили. У него когда трудности какие, он звонит. И мы каждый день его поминаем в молитвах. Там у них какие-то опять не врядятся с землей, пытаются вроде бы отнять. Правильно? Ну мы что знаем, как помор. Он единственный вроде храм, если не так, подправьте, который ИНН не принял. Так? Это тайна какая-то? Приняли. Приняли. До конца. Я говорю, до конца держитесь. Это не знак антихриста. Но сколько можете, вы даете нам пример стойкости. Это не просто в Москве устоять. А сейчас там большая как бы территория считает у них отнять надо. И мы все переживания здесь. Он приехал в Барнаул второй раз. Однажды он приезжал с детьми и с родителями в храме был. Это сказать, у нас здесь. Он состоит из член Союза писателей. Так что попрошу батюшку, что ему на сердце Бог положил, сказать. Какие вопросы будут ответить. Хочу поприветствовать всех братьев и сестер. А сугубо дорогого Игнатия Тихоновича Лапкина. Безусловно, это выдающийся человек. Выдающийся проповедник. Миссионер нашего времени. Опытный педагог. Который в течение десятилетий, начиная еще в советское время, бесстрашно проводил летний лагерь в деревне, которую он возрождал со своим братом, отцом Иоакимом. Это редчайший пример, когда деревня возродилась в какой-то степени. Мы знаем о том, что статистика ужасающая. Еще до перестройки в Алтайском крае с карты исчезло около 300 деревень. А возродилась, наверное, единственная потеряевка. А за последние 30 лет около 30 тысяч деревень исчезло с карты России. И еще немало тысяч, где жителей совсем осталось немного. Поразительно эта целеустремленность по воспитанию подрастающего поколения, особенно трудных подростков. Методика уникальная воспитания этих детей, основывающаяся на народных традициях, но главное на базе Слова Божия и святоотеческого учения. И поразительные плоды этой работы. И, к сожалению, как я сегодня услышал, 4 года тому назад уже вопрос стал ребром и были вынуждены завершить работу этого лагеря. Что касается борьбы с глобализацией, то для нас ориентиром являются слова преподобного Паисия Святогорца, который говорит, что в этом плане сколь можешь противостань, борись, в любом случае старайся хотя бы в какой-то степени отставать от тех, кто устремляется по этому пути. Уже это будет ценно в очах Божиих. Хотел бы преподнести Игнатию Тихоновичу свою последнюю книгу, восьмую книгу воспоминаний на добрую память, в надежде, что будет какой-то отклик, отзыв, как всегда, беспристрастный, как всегда, наверняка, плеский, вот, и с традиционным упреком о том, что недостаточно в содержании Слова Божия. Это, конечно, большая проблема. Я целиком согласен с Игнатием Тихоновичем о том, что Слово Божие, Священное Писание должно быть в большей степени в центре внимания православного человека. И вот сегодня, слушая не с самого начала, правда, вот эту проповедь тематическую о том, что мы можем извлечь, наблюдая за таким дивным творением Божиим, как собака, сколько мы можем извлечь для себя пользы, назидания. И я понял так, что практически везде, где на страницах Священного Писания упоминается это животное, все было мобилизовано, плюс еще личные наблюдения, научные наблюдения, такие, как в 12 тысяч раз у собаки нюх более развит, чем у человека. Все это очень назидательно, и от всего, от рассмотрения твари мы возносим на шум к познанию величия Творца. Ну, два слова о нашем житье, быте, действительно, храм в центре Москвы, древнейший храм за Москворечье, храм во имя Святителя Николы на Берсеневской набережной, храм, где раньше был монастырь мужской, два столетия, с 14 по 16, а нынешнее строение храма, это дораскольного периода, и с первого дня в нашем храме совершаются вставные богослужения по старому обряду. Это твердый фундамент под нашими ногами в нашем устроении, и это органично сочетается с насыщенностью просветительским элементом жизни нашей общины. К сожалению, вот это недооценивается призыв Христа к проповеди о вечной жизни, о живом Боге, так сегодня на ранней литургии в одном храме я к удивлению не услышал проповеди по окончании ранней литургии. Конечно же, это большое упущение не воспользоваться присутствием в храме значительного количества людей и не сказать проповедь назидательную. Это, конечно, большое упущение. Несомненно, ценность на мой взгляд подвижнического трудов Игнатия Тихоновича, то, что он обращает наше внимание на центр христианской жизни, на этом акцентирует, что это прежде всего новое рождение, духовное рождение, которому мы все призваны. Это проповедь, благовестие о встрече, личной встрече со своим спасителем. Безусловно, вся внешняя атрибутика, уставная сфера, это все только средство для того, чтобы нам приблизиться к Богу. это не должно никак заслонять, вводить в сторону, а должно именно способствовать этой проповеди, этому общению. Я еще раз сердечно приветствую Игнатия Тихоновича и его удивительную общину. В этот воскресный день желаю помощи Божией вам в дальнейших ваших трудах по просвещению нашего народа, по внесению Слова Божия людям. И, несомненно, это для нас дает большой импульс, чтобы и мы не спали, но бодрствовали и также активно занимались этим деланием. Спаси Христос! Многое всем лето! Спасибо, Господи! Спасибо, Христос! Очень я благодарю от себя лично от всех нас за то, что вы к нам приехали. и благодарю от себя за то гостеприимство, которое вы мне уже оказывали. Я у вас проживал несколько дней в вашей обители. Так что спасибо, Господи, вас. Виктор Андреевич, прочитай вслух, что ты тут написал. Выдающемуся проповеднику современности, милостивому педагогу, опытному, талантливому, талантливому педагогу. Вы сами прочитаете, очень. проблемы с почерком. Погромче, чтобы я подающемуся проповеднику современности, талантливому педагогу, потрудившемуся в течение нескольких десятилетий над возделыванием нескольких сот детских душ, успешному миссионеру, чудовеку, который самоотверженно и бескорыстно свидетельствовал о Христе, свидетельствует о Христе миллионам соотечественников. Игнатию Тихоновичу Лаптину от автора «С любовью о Христе» Игумен Кирилл. Вот так. Можно опустить по рядам. Ну, давай, посмотрим. Я нахожусь на лечении здесь у меня большие проблемы со здоровьем, лечение в столице к какому-то тупику пришло и сейчас по благословению старобрядческого метапорита Корнилия, с которым я очень близок, я нахожусь в этой поездке на Алтае для того, чтобы подлечиться травами. Вот уже четвертый день я занимаюсь этим и надеюсь, что укрепившись продолжу свое служение. А слушая сегодня проповедь Игнатия Тихоновича, я подумал, что 70 и 80 лет это еще не предел, что это представление, что уже не то мышление, не та память, на примере Игнатия Тихоновича можно сказать, что это не работает, такое представление, он энергичен, по-прежнему у него цепкая память, быстродвижимость ума и действительно впечатление, что ум плавает в Слове Божием, о чем говорил и призывал преподобный Серафим Саровский. Поэтому дай Бог, чтобы от этого огонька, от горящего духом человека и наши бы лампадки бы тоже зажглись, и мы тоже в меру наших возможностей тоже занимались этим деланием, несением людям Слово Божие, Света Христова. Аминь. Аминь. Спаси Христос, Овче, должен сказать, что мы давно уже молимся о вашем здравии постоянно. Я, например, каждый день молюсь как минимум два раза. Так что помним вас всегда в молитвах. Помоги вам, Господи. Я благодарю за это. Действительно, молиться творит чудеса. К примеру, очень много каждой своей жизнью такие примеры знает. И, несомненно, если бы не общая молитва соборная, то, наверное, намного было бы все хуже. Вот, во многом нас держит молитва. Это несомненно. Каждое утро у нас начинается молитва по интернету пять часов. И через каждые два часа после молитвы стопоконные молитвы. и ваше имя каждый раз вспоминается там, объясняем людям то и что. Так, он относительно болел. У нас знакомый был один, может, его даже встречали. Самый знаменитый в интернете был иконописец Сергий Козлов в Воронеже. Он 17 лет держал недвижимые. У него двигалось только вот это плечо правое и он этим причем в интернете везде помогал и вот мой Господь как познакомил нас его спрашивает Виталий как вы познакомились Игнатьеву? Он говорит в интернете с кем бы не знаком одна брехня идет и вдруг я встретил что вопреки своей выгоде человек рассказывает все как есть вот батюшка сказал мужественно я там как я понял на суде я это спрашивал людей как которые на суде были ой как обречали власть компарте в то время а я отвечаю все было не так это внешнее только внутри меня все сжималось потому что вместо 193 мне 70 статья грозила я еще много не сказал я им сказал будьте на свободе я вам еще больше наложил а зачем вам говорить это что вы не думали я какой-то герой нет я просто молился у меня задействовано мне было 12 депутат этих кандидатов наук по разным областям которые вследствие участвуют 12 кандидатов кое-кого я нашел потом которые обвинили что я неправильно говорю они доказывали что нет репрессий не было не было раскулачивания как не было они говорят а нас заставили как это заставили вы деньги за это получили я узнал сколько денег они получили я не согласен с обвинениями а у меня 136 часов ярло пести и двум кандидатам дают прослушать дают два дня суд отложили на два дня книгу можно читать по диагонали быстрое чтение но прослушать ты не можешь на скорости в 40 раз быстрее ты должен остановиться посмотреть на каком метре счетчик показывает так я следу сразу за два дня не могли 136 часов просчитать всего 24 часа больше 8 часов слушать не будет человек за два дня как 136 часов обман вот и была на суде я их нашел где они работают она там Антонова в университетах все работают преподавателями и с ними побеседовал вы бога не боитесь она говорит у меня и деда раскулачивают да-ка раскулачивают тогда что же вы тогда спросите Твардомского где его отец был за что сын за отца не отвечает ну то есть судили это статья сейчас нету законодательства по этой статье можно сегодня половина верховного совета пересажать и убрали из закона нет и в это время в Москве вы знаете Балашок Николаев доктор богословия помогает по внешним церковным отношениям он большую пользу оказал вот этот для слова божьей нету там его имя как авторс материала первое он Надежде Васильевне помогал в генеральной прокуратуре он там с часами просиживал приема ждал если его где-то встретите передайте ему низкий поклон скажи книга такая вышла для слова Божьей нет ус пусть он если нужно будет я бы попросил кое-кого найти вам вот если вы в Москве бываете у вас знакомые есть найти как она называлась союзная или как суд президиум Верховного Суда СССР вот как Амелина Амелина она повернула все дело вот этого места не было бы у меня ничего нету они мне не дали никак и она оттуда вернула уже законченный суд а здесь краевой судья Пашко Пиктор Иванович мне сказал это первый раз я встречаю за свою жизнь чтобы гражданское дело разбирал президиум Верховного Суда СССР нет обычно там разбирают это убийство или где-то и она вернула назад и тут сразу Бог восставил процентка была управляющая отделом юстиции генерал-лейтенант потом первый секретарь центрального района была Ремнева Надежда Степановна и они восстали за меня сколько можете муры жить и тут помог еще ТЭН был он юридическим институтом как ректор у них правильно говорю и все вместе и тут мэр города прокурор края на помощь пришли парасфун Юрий Федорович и мое дело заново начали пересматривать и вот виновна оказалась городская администрация не КГБ маленькая должность такая судебный исполнитель она пришла к ним это мне передали и сказала арестовывай все счета ни один бюджетник ни врач не получит в Алтайском крае пока вы не рассчитаете Сладкиным и они сразу меня вызвали а могла ли она это сделать я не знаю но мне сказали это судебный пристав она должна смотреть за этим это Бог сделал так женщина приду какая-то Пщелкина или кто и тогда меня вызвали и стали уже говорить и как нам рассчитаться я говорю недвижимость нужна где молиться чтобы место было сухое недалеко от остановки ну и чтобы подвалы можно было копать я люблю подвалы и вот где мы оказались и сразу же меня повезли сюда я зашел в окно глянул закрыт а второй дом нет я зашел только и сразу сказал согласен а там дом кому так это 13 сотых и два дома я просил примерно 100 квадратных метров а далее 226 вместо 100 226 а только Бог мог сделать большую помощь оказал его нет сейчас погиб Лир фамилия Иван Иванович председатель железнодорожного суда он буквально за руку взял и вот что где стоило то что я насчитывал во всех городах близлежащих это место вырвали из судебных там где постановления одни корешки остались везде запросы сделали доходят до этого номера но я насчитываю оформляю музыкой сколько это стоит какой это параграф 550 это нигде нету ну а Москва Москва вообще не разбирайтесь на местах вот как дело было это было все непросто почему отец Аким и сказал как-то ради смеха хорошо что брата ассоциировали а то бы молиться нигде было 11 лет шел суд мои претензии были по государственным расценкам 11 миллиардов по тем ценам не доминированные а 11 остались они вырешили одну двухсотую счастье только вообще другой не знали как решить а ведь решила только о том что попало в руки и несмотря на это здесь вот мировое соглашение все это за печатями это Бог взял молились все люди тут не один человек даже один претендовал а почему Игнатий начальник этого дома мы тоже молились валик у него батюшка молились но сидел то он один на суде отвечал по милости Божией батюшка приехал к нам теперь мы видим живой он будет дальше мертвый ли он в наших молитвах не надо бояться смерти вот козлов этот Сергей Георгиевич он об этом говорил высчезал где-то искусство болеть искусство благодаря за все нужно уметь болеть вот у нее муж сейчас лежит он на одну неделю моложе меня баптист лежит я спрашиваю а почему лежит не ест ничего ну значит обязательно наберем берем этот вот сок что угодно сделай все намаленно я лазал туда тресся вот так за кусты держался это мои страхи тут в колени я боялся оборваться хлопнусь и на самом верху за веточки держался и на этой на этой лестнице вот зайдите сейчас все обобрал тут оставил еще и для птичек вот как это Бог делает и что батюшка может все болячки твои ни при чем все для того ты приехал чтобы встретиться с нами а болячками тебя просто Господь сюда по другому ты с тобой не договоришься а вот ты увидишь как это так Господь делает какая-то где-то причина зачем-то а потом появляется главное вот здесь побыл чему-то научился передал опыт мы вас знаем не просто понаслышке вы были здесь кто вчера не был я повторю некоторые слова я батюшке говорил слова иногда которые не каждый примет и он все это напечатал что я вам там такое не каждый напечатал бы с первой встречи когда я вам говорил и он как будто бы ничего не было все так я очень суровые обвинения давал ему что люди не знают писания надо обратить на это внимание и он все это напечатал это вот знаешь бальзам как Сергей нашел вот мой ресурс козлов и все прильнул дальше ему уже не разлей вода подал заявление быть членом потеряевской общины вы знаете как и главное мой сайт ему понравился и он говорит я его передел еще лучше будет я говорю он очень грамотными людьми я сделаю по другому я говорю не надо и он нанял программистов из Израиля из Белоруссии соединил я говорю ты заплатил кое-как узнал за переделку другой вариант 300 тысяч отдал тысяч когда я за 300 рублей не стал бы этого делать я говорю у меня здесь самый высочайший уровень профессионалы делали нет там иконы ну то есть совсем это остальное все брали с нашего сайта видишь как и встреча наша была не случайная он занимался только иконами а тут сразу что я делаю он вышел на народ после встречи и у него было около 450 роликов люди приходили за советом спрашивали но он умер я побыстрее все перекачал его они у меня стоят ему Бог давал как бы смотрел вперед я разговариваю с людьми они что-то ереперятся как говорят у нас против я говорю а ты ничего не понял я говорю а что понимать это садомиты были к вам зашли два мужчины вот тебе на еще как-то что-то было он опять я разговариваю просто открыто думаю так и есть а на самом деле он говорит нет это с этой цели зашли чтобы вызнать и прочее но в дальнейшем так и обнаружилось то есть он очень сильно помог мне и вот пример как нужно болеть уметь он когда показывает снял какие трубочки как у него откачивают за ним и он сняли все там хирургия ему два раза операции по 7 часов делали почти полчаса под водой был скажи врач как он мог так это чудо 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 ясно делаю у него сплошные чудеса да он был там видел я у него приезжал это даже невероятно и он тогда прямой передачи отсюда даже стали передавать чтобы с нами участвовать в собрании так что болезнь это еще не придаван болезнь это милость божия он так и называл всегда надо уметь болеть как болеть в первую очередь я вчера говорил тот русский антихрист был Иванов обливанием занялся Порфирий Корнеевич главное болезнь не впущать вовнутрь я вот в Америке много ездил где не идешь смотришь школа там какое-то здание играют что-то старинного они говорят что а спорт болеть в Америке очень невыгодно чтобы вызвать скорую помощь по нашему пять тысяч на стол а у нас надо не надо бабка там девяносто лет ей вызвать скорую помощь зачем сегодня бойтесь это делать болезнь этот это не а у меня глаз болел я его поменил механически порезал но попало там какие-то микробы негодные 6 лет почти было сейчас левым глазом смотрю как правым недавно только сама ходили как врач меня польсил говорит у вас глаза как у орла вот это да ездил с этими глазами моргал 6 лет и ничего нету так что вы приехали сюда теперь уже мы не забудем никак батюшку кто не молился и Господь силен потому что когда об Асе говорится и Аса болен ногами был царь и взыскал врачей а не Господа то есть какое-то различие делается а почему разве к врачам нельзя обращаться можно и нужно по надобности мне ибо иной раз и в их руках бывает успех а согрешающий да впадет в руки врача он тебе будет резать колоть это мы все испытали я думаю я боялся сильно наркоза когда мне делали на позвоночнике на позвоночнике там все нервы вместе доказалось что у меня не два канала на позвоночнике один канал очень необычный редкий такой один через позвоночник проходит ты знаешь кто делал операцию он профессор стал Долженко да и приехал потеряю куда же я сказал когда делали операцию то вы могли у меня снять а что ж не сказали мы все сняли и он пришел последний день а сейчас не уколы делает а какая-то как шланг у пылесоса в рот толкает и что-то то ли дают нюхать я не бороду борода мешает я говорю без бороды я никак он сразу ну ладно тогда без бородой что они там накачивают прям сразу я отключился и как будто не было я очнулся уже лежу в реанимации вырезали раздавленные между позвонками эти как называют смортизаторы у меня еще две запаси и главное интересно проснулся а у меня в реанимации губернатор края с немецкой делегацией не подумайте что ко мне но получилось так ни раньше ни позже и они сразу после операции меня зашли вообще щипать стал чувствую я могу или нет или стеревиза ли там я говорю чувствую я боялся пришел давай считать псалом такой-то давай третью главу евангелия еще не забыл я понял что они все отнимаются остается кое-что а что видели я увидел лагерь вот в этом состоянии солнечный день и где играете на столе теннис большой зал и там сидят ребятишки и какие-то светлые светлые чуть непрозрачные ходят юноши и что-то детям дают что я не понимаю а я смотрю со стороны и не могу понять что это такое дети сидят полная тишина и кто-то их обслуживает я все чтобы я о лагере не беспокоился считаю что утешение от Бога Дина, дела твои господи так батюшке вопросы пока он здесь можно вопрос насущный редко встретишь старообрядческого священника который к нам бы пришел ну как бы я не знаю сказать вопрос такой ну старообрядчество и вот это новообрядчество даже разговоры-то старого только все остальное обрядчество а вера-то на книги-то одни и те же и даже на церковно-славянском языке а никак объединения не может быть среди людей Христос говорит нам любите врагов ваших сейчас спроси старообрядцев вы считаете что это ваши враги новообрядцы конечно никто из них не скажет что это враги но если не враги тогда почему нельзя дружно-то жить допустим собрать какой-то собор старообрядцев новообрядцев им легче будет договориться и вот синодальный перевод посмотреть и дать старообрядцам чтобы люди старообрядцы чтобы они прочитали на русском языке наконец-то и осознали что это действительно такой и есть перевод который переводится с церковно-славянского языка наверное бы легче пошло объединение мне вообще интересно вот у вас на русском языке вы сначала на церковно-славянском читаете библейские за служение кто принес храм занес строки а потом а потом уже переводите на русский язык храм не заносить ничего без разрешения зачем и вообще когда вы проповеди говорите по обучению вы говорите на ту тему которая прошла сейчас ну вот прочитали слово Божие и на эту тему говорите или же можете говорить и на другую тоже тему проповеди ну просто что на душу Господь положил вы другие строки говорите священного писания и говорите их церковно-славянские читаете или по-русски говорите и какой перевод используете потому что старобряцы они же не используются на дальний перевод но я так понимаю что у вас вообще как-то странно все ну как у кочетковцев наверное и вы и кочетковцы это противоположности вот эти и могли бы вы как-то повлиять на это я понимаю конечно очень сложно потому что старобряется они жесткие ребята я их знаю но вы в таком положении находитесь я вижу что вы там о Корнилии разговариваете о Филохе что я понимаю что это ваши как близкие знакомые у меня были близкие такие знакомые я бы с ним обязательно поговорил они полюбили слово Божие меня даже если бы не хотели они бы просто эти строки целовались на дальний перевод ну пусть батюшка ответит но все это есть сказать ну такое очень вопрос непростой и коротко ответить не представляется возможным но начну с того что на какую тему проповедь вот у нас как на нашем приходе сложилось есть я штатный клирик а есть еще священники которые эпизотически помогают когда они приходят то я прошу их сказать слово заранее прошу сказать слово вообще это как бы один из одно из проявлений такого гостеприимства в священнической среде когда проповедь предлагается произнести гостю по такому принципу что меня там часто слушают я чуть ли не надоел что-нибудь свежее такое и поэтому таким вот образом эти священники как правило говорят на тему Евангелия которая читалась за Божественной Литургией что касается меня то я предпочитаю проводить беседы отталкиваясь от тех сборников их у меня больше 20 машинописных сборников с выписками из прочитанной литературы за время учебы в духовных школах и в последующее время и отталкиваясь от этих текстов но не в смысле механического зачитывания а отталкиваясь от них я начинаю раскрывать приводить примеры допустим там мне известны о том что и своей жизни но обязательно эта беседа заканчивается предложением по кругу каждому что-то сказать не обязательно на прозвучавший материал отреагировать но что на душе лежит таким образом проходят беседы если это сам вона произносится тогда вопросы как бы там не звучат а если мы в формате таких вот посиделок то тогда это все как правило бывает вот таким вот образом и с первого дня я стараюсь чтобы каждое богослужение сопровождалось обязательно каким-то поучением каждая треба каждая треба каждая служба ну за исключением долгих вечерних богослужений а так вот утром обязательно должно звучать должно звучать проповедь что касается вопроса о старобрядцах новобрядцах ну вот я вчера побывал в старобрядческом храме и уже уходя обратил внимание что слева отхода висит такой материал перепечатка из дореволюционного журнала старобрядческого где такой заголовок кто кто уклонился кто уклонился вот вопрос кто уклонился в чем первопричина произошедшего и как быть если кто-то уклонился значит он должен вернуться на тот путь который он уклонился вот и дальше очень можно долго рассуждать приводить примеры допустим возьмем символ веры кредо наш символ веры подтвержденный на первых брукселенских соборов вот у вас поется господа истинного и животворящего приложение третьей ипостаси святой троицы духа святого это логично и то что реформаторы это слово убрали не могло не вызвать у ревнителей благочестия самой болезненной реакции как это так говорится в этом же символе выше бога истина от бога истина когда речь идет об отце и сыне а вдруг предложение духа святому это слово изымается так также можно еще моменты по символу веры веры отметить то что у вас так сказать не звучит в старой редакции в старой редакции было сказано рожденно а не сотворенно вот казалось бы мелочь вот Авакум говорил я готов умереть за один ас если взять этот ас рожденно а не сотворенно это усиливает противопоставление то именно рожденным но не сотворенным это в пику арианской ереси которая учила о том что сын божий является все таки сотворенным хотя и величайшим творением бога то же самое в отношении слов не будет конца как не будет конца уже наступило царство божие ему уже нет конца несть конца пословянской не будет конца это в будущем времени а уже с пришествия мира сына божия наступило его царство вот вот это по символу веры символ веры он награжден его неприкосновенность восьмым правилом третьего вселенского собора что никто не праве прибавлять или добавлять и преподобный Зарасим Саровский говорил горе тому человека который нечто прибавит или убавит из того что святые отцы утвердили на семи вселенских соборов поэтому ну как этот вопрос обойти как его считать маловажным тростепенным в плане объединения все хотят и чают чают объединения это благо вот как у вас написано как хорошо и как приятно жить братья вместе но есть какие-то причины которые вот мешают этому это полноте общения конечно какие-то искусственные препоны искусственные какие-то так сказать навороты нужно обходить и игнорировать но есть вещи более серьезные более принципиальные от которых так просто не отмахнешься иначе тогда ты не можешь сказать о себе что ты будь верен до смерти сказанного в Писании можно еще развивать эту тему то же самое крещение вот пожалуй самая такая язва церковной жизни самая болезненная и самая такая острая это то что до сих пор доминирует обливательная или даже окрепительная форма крещения вопреки вот тем 140 свидетельствам которые приводит Игнатий Тихонович в известном своем труде на эту тему подборка правил и циатетических высказываний ну никак мы не можем согласиться с тем что обливательное и окрепительное крещение равноценно погружательному да можно сказать что там могут быть какие-то исключения по особым таким обстоятельствам но если так как говорится всеобдержанному потреблению обливательное или окрепительное крещение но это уже барьер барьер для общения вот в окрестном знамени вот Игнатий Тихонович вчера говорил вот но двуперсия для нас однозначно является предпочтительным почему потому что оно в большей степени отражает во внешнем образе символики суть догматической истины о Боге значит Сыне Божьем в двух естествах божественным человеческом который преклонил небеса сошел на землю и нас возвел на небо Троица вот здесь Отец благоволил Сын совершил Дух Святый усвояет нам плоды искупительной жертвы Христа вот эта форма персосложения ограждена клятвой Стоглавого собора на котором председательствовал канонизированный митрополит Макарий и там были еще три святителя Гури Варсонофии это очень авторитетный собор и тоже никак нельзя его игнорировать поете Аллилуйя трижды да но Стоглав именно закрепил сугубую Аллилуйю и именно в откровении Богородицы преподобному Ефросину Псковскому было сказано что нужно двоить Аллилуйя предложение каждому Иисусу Святой Трои за Аллилуйя хвалите Господа крестные ходы посолонь или напротив солнца при выходе из храма значит мы выходим по правую сторону обходим храм по новому чину с левой стороны вот опять-таки символика где более глубокая мы идем за Христом солнцем правды посолонь когда говорят что идем навстречу Христу ну даже чисто математически вот идем навстречу Христу достигаем какой-то точки пресечения потом уже разминаются так сказать наши пути такие элементарные даже рассуждения говорят о том что старый чин он более логичен выверен и авторитетен и поэтому просто так вот говорить о том что должна любовь царствовать и нужно так сказать какие-то обиды отбросить этого будет недостаточно есть еще какие-то вещи которые не урегулированы не уврачеваны если говорить серьезно о чем-то какой-то перспективе про русский язык вы так ни разу не сказали я в общем-то про русский язык хотел больше потому что я считаю что не персты там камни посол а главное чтобы у нас объединительные слова Христа были вот сколько вы говорили вы только про какие-то именно обряды а сейчас любого старобрядца спроси хоть начинает патриархов митрополита и до последнего ребенка и все скажут Христос Евангелие Библия Ветхий Завет все знают это наша основа основ а у старобрядцев мы знаем нету перевода простого перевода а Ветхий Завет его не поймешь ну я не знаю сколько даже в процентах не буду говорить ну простой люд точно не поймет они не тем заняты они могут стихи писать вот как Холмогоров там заниматься пчелами и так далее но он не будет учить церковно-славянский до такого что откроет так спокойно церковно-славянский астрожскую и будет ее читать вот так вот как читаем мы сейчас синаидальным переводом который нам дали святые отцы тоже колонизированные ну не в старобрядческой церкви но в домобрядческой и вообще вот вообще дело все в том я считаю это мое личное мнение что нас всех губит именно наша наша злоба почему какие-то персты какие-то куда-то ходить должны в людях сеять такую вражду что мы не можем даже сесть и поговорить об этом это Христос этому не учил он с фарисеями прям заходил к ним а фарисеи первые враги его были мы знаем и прям с ними разговаривал почему им нужно это все эти собирать собрания соборы только на основе слов Христа не вот про пальцы а слова Христа о врагах а Господь такое говорит враг если враг мы должны слово враг как понимать старобрядцы слово враг как новообрядцы враг потому что у нас может разные понятия оказываются о врагах враг это тот кто убивает всех твоих близних как нас обычно пугает когда я верующим стал меня как пугали мои друзья спортсмены а ты что пойдешь со своей женой они хорошо знают и там в закоулке тебя изобьют ее изнасилуют страшно мне стало я говорю я не буду ходить по закоулкам написано не шарься по темным улицам города в библии написано они раз отступили уже и что мне начинают говорить я им библию я им библию говорю и все затихло перестали этой ерунду эту говорить это враги они делают самое паскудное что можно сделать самое злобное они убивают они как Сталин со своими опричниками инквидистами людей в подвалы загоняют и там их стреляют потихоньку чтобы никто не видел фильм чекист посмотрите 92 года а для чего чтобы не делать мучеников из этих людей а вдруг действительно человек праведник а вот тихонечко закопали и нет его вот кто такие враги и Господь обращается говорит и посылаю я дожди солнца и на злых и на добрых и на праведных и на неправедных ну неужели я могу сказать что стараются неправедны я никогда не скажу и не думаю что большинстве стараются скажут что мы тут неправедны но если скажут то это какая-то злоба уже а я чем неправильно чем я плохо сделал что по правой стороне пошел да я и не хожу это редко бывает чтобы я где-то ходил у нас тут все спокойно или там три свечки поставить или две аллилуйя сколько сказать аллилуйя аллилуйя слава тебе Боже или аллилуйя аллилуйя и перевод сказать слава тебе Боже это вообще для простого народа непонятно я с армянами разговаривал и говорю вы знаете кто вы монофизиты монофилиты для них это вообще мы с вами одной веры и все вот они у нас тут работают и ничего мы не деремся с ними не убиваем как-то же смогли вот это обвиняться а мы здесь братья все в России живущие это же основа основ почему у нас не может быть мира почему мы так тяжело живем все время с какой-то злобой как не правитель злобный становится Путина поставили все нормально сразу мочить в сортирах давай там убивать сейчас опять в Сирии вроде опять войска ввели ну откуда это злоба у нас машин хороших нету танки отличные опять для злобы автомат Калашникова поставили тут памятник в Алтай все радуются ходят мы плакать должны мы что сделали то 100 миллионов автоматов наших русских по стране по всей земле мы убиваем мы убийцы кто должен не показать как церковь что мы добрые мы христовы а Христос на кресте висит и говорит не ведает что творят прости им Господи на кресте уже все вот слова Христа должны быть объединительные а без слов Христа никакого объединения тогда не будет и тогда надо признать что ни с той ни с другой стороны нету христиан брату простить брату прости брату притча же есть 10 тысяч талантов и 100 динариев ну прости ты ему этот перст один он вы вот так показали вот так показали да а эти вот так вот это пускай будет Христос а это вот Троица и самое интересное как можно доказать что это Троица а это вот Христос или вот это вот Троица а вот это Христос я запутался сейчас сам Никак никто не докажет. А Златоуст говорит, одним пальцем крестился. И не знаю, большим этим или указательным, или вот этим может. Неужели мы, люди, не можем договориться, братья, которые веруют во Христа, в его причистые страдания, причистые его тела и кровь, которые принимают. Зачем мы тогда такие вообще нужны ему? Как, ну там же люди там, наверху, митрополиты там, патриархи. Они же люди. Перед ними склоняются столько миллионов людей. Миллионов, я не ошибаюсь. Неужели они не могут смягчить сердце, как сказал апостол Павел. Это у вас каменные сердца, а у меня сердце расширено. Я всех вас объемлю, братья. И поэтому, конечно, когда у нас тут митрополит или епископ, никто не падает ему на выяв, не плачет. Да куда ты нас покинул? Так он и сам быстрее от нас убегает. Вы, говорит, такие вопросы задаете, мне зачем это надо голову тут ломать? Я пойду там, послужу, да и все. Ну, может быть, и один такой, которого это интересует. Я вот задал этот вопрос, просто я хотел бы увидеть при жизни своей, как Игнатихныч говорит. Покаялась же зарубежная церковь перед старобрядцами. Старобрядцы ничего не написали. Ну, хоть бы написали, но, слава Богу, наконец-то до вас дошло. Ну, хоть такой бы ответ дали. Никакого не дали. А ведь можно было начать уже с зарубежной церкви. Может быть, они и пошли бы на эти там двуперстия, если уже это является чем-то невероятным для людей. Простых людей, которые слушают Христа, а не себя. А Христос ничего про пальцы не говорил. И про посолы ничего не говорил. Да и восток, запад, откуда придет Христос, это тоже все, только наши обряды. Когда все это случится, когда потрясется вся земля, когда все восстанут этим соном, дух, дыхни, когда все кости облекутся жилыми и плоти, до того ли там будет, когда все дрогнет. А Господь спросит, ты брата своего простил, он брать тебе был, ты простил его. Так он такой вот блудник там так далее. Он не бес, он не бес, говорит Златоуст. Нету бесов среди людей, любой может покаяться, любой. И он правда вдруг покаялся. И горе тебе, был праведник, а ты его осудил в последний момент. А здесь мы целыми церквями подаемся, миллионами людей. Все там, конечно, бесы смотрят и руки потирают. Как говорит святой, что бессмысленному маханию рукой бесы радуются. Ну, то, что вы вот сейчас сказали, это все довольно известно, часто звучит. Вот смотрите, два момента я хотел бы отметить. Первый. Церковь, столб утверждения истины, она основана на божественном откровении. Что такое божественное откровение по катехизису? Две составляющие. Священное писание, священное предание. Апостол Павел пишет. Итак, братья, стойте и держите предание, им же научитесься, или словом, или посланием нашим, то искусственным, или письменным. Саунинам 2.15. Предание. Разве можем мы говорить только о писании, как протестанты? Есть предание, то, что дошло от апостолов, и это мы никак не можем игнорировать. Что касается вопроса объединения со старобрядцами, я обычно такой пример привожу. Два соседа поругались, один говорит, давай все забудем, по рукам ударим, вот, и по новой, так сказать, заживем. Ну, будет ли благотворным такой подход, когда сосед, который набедокурил, скорбил там по-разному, и, как ни в чем не бывало, предлагает, так сказать, дружить. Вы упомянули, что зарубежная церковь в 2000 году принесла такое покаяние. Ну, на это была положительная реакция. Об этом говорилось у старобрядцев в их изданиях. Но московской патриархии не последовало примеру зарубежной церкви. До сих пор этот вопрос остается открытым. Мы говорим о желательности объединения, но есть какие-то этапы к этому объединению. Первый этап, который лежит на поверхности, это покаяние в тех, по крайней мере, гонениях кровавых, которые были допущены по отношению к ревнителям древнего богачей. И, если это произойдет, это будет иметь значение психологической разгрузки, разрядки в отношениях. Создаст более благоприятную почву для дальнейших возможных шагов. Но ведь этот первый шаг не был совершен до сих пор. Понимаете? Поэтому так вот, как бы, глобально сразу мыслить, над ним не получится. Прежде чем закончить 10 класс, мы поступаем первый, второй и так далее. Есть какая-то последовательность действий. Так, вопросы еще есть у кого? Ты так уж загрузили батюшку. Да нет, пожалуйста, я для этого и пришел, чтобы пообщаться с вами. Так все-таки у вас где-то синейдальный перевод звучит. Как вы переводите Слово Божие? Если у старообрядцев нет синейдального перевода, вы как старообрядец. У вас как вы сами переводите перед тем, как на службу идете? Или пользуетесь какими-то переводами? Ну, почему так кратко? Ну, во-первых, мы, я настоятель старообрядного прихода в лоне московского ПТРХ. И это означает, что мы сто процентов совпадаем со старообрядцами по всем пунктам. Например, мы, как я сегодня, не имея другой возможности, я был на литургии в одном из храмов Барнаула. В крайнем случае, я могу участвовать в богослужении общим, по новому чину, вместе с другими священниками. Как это и бывает. Это было, например, недавно и в Даниловом монастыре, в Данилов день, или в поездке на родину отца в Воронежской области. То же самое по отношению к священному писанию. Ну, в отношении синодального перевода, есть там отдельные у меня оговорки. Я сейчас не буду их проводить. Я знаю, что Игнатий Тихонович в этом плане непоколебимо стоит на страже синодального перевода. Синодального перевода. Но Библия на русском языке, она постоянно рядом с нами. Мы имели одно время, обыкновение, как это принято, читать одну главу из Евангелия, две главы из Апостола, в послеобеденное время, в беседке. В любом случае, естественно, на проповеди мы цитируем священное писание на русском языке. И в последнее время еще такое входит обыкновение на трапезе, праздничной, как правило, пока. Я предлагаю выступающим, которые хотят поздравить с праздником, отталкиваться от Слова Божия. Пропускается Библия по рядам, и каждому предлагается выступающему, чтобы он посмотрел текст священного писания, и не отделывался общими словами пожеланиям долголетия и здравия, а все-таки отталкиваться от какого-то библейского стиха, нечто, ну, сразу-то... Поучительное. Поучительное. А не только общее слово поздравления. То есть, как бы, есть такое сознание, что нужно Слово Божие, как можно глубже внедрять в нашу церковную жизнь. Я, например, сторонник того, чтобы, ну, хотя бы для начала раз в неделю в сетке расписания богослужений было бы в какой-то день, скажем, воскресный вечер, вместо очередного акафиста ежедневного, было бы записано, что у нас занятие по священному писанию. Я сторонник вот этого. Сторонник. И вообще, чтобы проповедь, она обязательно включала в себя Слово Божие, а не просто там пересказ какого-то события или жития святого. Обязательно должно быть приоритетным в проповеди, в беседе именно Слово Божие. К современности, к нам приложено, конечно. Естественно, мы должны мостик перебрасывать к современности, естественно. Вот как вот Игнатий Тихович, отталкиваясь от наших младших братьев, друзей, собак, он делает такие обобщения, прибрасывает мостик к обседневной жизни, примеры из жизни. Ну а в итоге у нас, значит, возникает чувство благоговения к Творцу, который вот создал одну из тварей, которая так нас удивляет своими способностями. Матфея 5 глава, с 23 по 24 стих. Итак, если ты принесешь дар твой жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой перед жертвенником, и пойди прежде перемирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой. Толкование блаженного филакта. Бог отказывается и от собственной чести, лишь бы мы хранили любовь. К словам, брат твой имеет что-нибудь против тебя, не присовокупил еще ничего. Справедливо ли или несправедливо имеет он, примирись. Притом не сказал, если ты имеешь что-либо против него, но если он имеет нечто против тебя, постарайся примирить его с собою. А дар повелевает оставить для того, чтобы поставить тебя в необходимость к примирению. Ибо же, ежели при всем пожелаешь принести дар твой, то по необходимости должен будешь примириться. Но с всем вместе показывает и то, что любовь есть истинная жертва. Вот и все, весь ответ. Чтобы было примирение между церковью. Ну, прекрасно. Примирение, да не обязательно объединение. Если вы спросите старобрядцу, ну что же вы такие твердокаменные, не хотите прощать. А многие скажут так, а я ничего не имею по отношению к тебе, к тебе, к тебе. И я не требую прощения спрашивать передо мной. Вы обратитесь с прощением к тем пострадавшим, многим и многим тысячам, которые были и сожжены там, или и казнены, и так далее, и так далее. И перед тем, что вы сотворили, нарушив изначальное предание церковное. А что нам? Мы, так сказать, на вас не в обиде лично, у нас ничего между вами не было. Они могут так ответить. Так они отвечали, я это слышу. Иезуиты до сих пор существуют. Так, вопросы еще есть, нет? Наверное, надо уже заканчивать. Закрыгаться? Закрыгаться. Мы должны поблагодарить батюшку за то, что он у нас здесь побывал в гостях. И я полагаю, что это один из шагов примирения, которые идут на пути примирения. И поблагодарим батюшку и пожелаем ему много лета, здравия, душевного и телесного. Многое лето, многое лето, многое лето. Ждем вас еще раз и не раз. И я тоже вам один раз только спою, что это многолетие, нашим распевом. Многое лето, многое лето, многое лето. Спасибо, Христа. И вам помощи Божией. Спасибо, Христа. Спасибо, Христа. Благоверьте. Занятий сегодня не будет? Почему не будет? Будет, бат, брать на месте. Трапеза. Сейчас трапеза. Дисновение, трапеза и занятия. Да, кто-то будет трапезничать, а кто-то будет облизываться. Лично. Так, поставьте на стол сюда. Сейчас поставлю. Коллега, за что вы пришли, никуда. Привет, живи. Это непонятно. Это непонятно. Не уровень, посадь, 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 посадь. Не решать, не надо. Нашел.